всем привет удивлен тем что происходит на первом канале ведь он является федеральным вот о чем пройдет сегодня речь проект стиль ведущие елены летучий проект называется летучий отряд а все началось после того как елена посетила больницу в городе воронеж там вообще был ужасное состояние вы на видео видите что туалет вообще ужасный фекалии тараканы ползают и сантехника в ужасном состоянии само здание тоже желает лучшего но не об этом сейчас новый проект много другого ракурса при чем предыдущие предыдущие были связаны тем что она приезжала в город заходила в ресторан гостиницу и там проверяла на качество сервиса там проверяла пыль грязь и так далее но сейчас это новый проект который идет по первому каналу вышло уже два ролика и вот о чем они в первом ролике значит она приехала в какую-то в какой-то поселок и там женщина жила вне вообще не человеческих условиях но принципе там у него была крыша над головой какое-то помещение где она могла спать но не было отопления и не было воды но и туалет соответственно вообще было на улице в принципе судя по второму ролику где был представлен видеоотчет о том как была проделана работа на самом деле там сделали да хорошо что они сделали отопление плюс они сделали стараются сейчас провести воду на туалет тогда он находится на улице в этом во втором выпуске проекта она приехала значит в город самара к ней обратилась мама дочки инвалида которые живут они живут на третьем этаже дом исторически значимый поэтому установить пандус девочка инвалид она не может ходить самостоятельно и уедет для удобства требуется установка пануса в этом жилом доме для того чтобы выходить хотя бы на улицу но проблемы этим не заканчиваются проблем также является актуальной для учебного заведения то есть там тоже на первом этаже значит находятся классы для младших классов но так как ребенок уже должен находить в средние классы соответственно он должен подниматься на второй там и на третий этаж и не суть то есть лестница тоже также не оснащена пандусом но летучие при этом в эфире эта передача заявляет о том что в принципе этом согласно законодательству все это возможно установить но почему-то вот никто не этим вопросом не занимался и все бездействовали обращалась она к матери который также ей брать и обратить к ней самой обратилась за помощью то ничто вразумительно ответить нему не смогла соответственно просто мое мнение сложилось таким что она принципе не обращалась не шла до конца и поэтому проблема ее не решалась что вообще происходит с этим ли я вообще не понимаю небольшая справка но этого не помню в каком году была также прямая связь с президентом владимиром путином и в той передаче девочка инвалид умудрилась дозвониться на прямую связь и обратилась со своей проблемой у нее была проблема то что у нее не было инвалидного кресла в итоге на следующий день путин там не может быть пообещал или что я точно не помню можете нам найти в интернете это довольно популярный ролик в итоге на следующий день этому ребенку предоставили инвалидное кресло так вот проблема то в принципе тоже такая же ну подобные люди думают то что если ты обратишься к власти соответственно она тебе быстрее поможет причем тут летучие вообще непонятно причем вообще с первый канал вообще тоже не ясно здесь проблема заключается в основном если люди не ходят на выборы соответственно выборы побеждают вы сами знаете кто теперь если вот эту всю вереницу распутать то получается если вы станете за дивана пойдете вот в 2018 году в новые выборы проголосуйте да даже просто и не из того что там вы хотите этого человека поддержать или вообще просто вот ради интереса проголосуйте за любого другого и пусть будет это большинство и вы возможно появится шанс на то что что-то поменять потому что если вы идете и голосуете за путина путин встает у власти он назначает какого-то там премьер-министра например медведева этот медведев назначает кабинет министров того же самого министра здравоохранения министра здравоохранения назначает комитет эти комитеты назначают главврачей главврачи принимают врачей Эти же врачи просто тупо не делают должным образом свою работу, которую должны обеспечить этих же детей-инвалидов всем необходимым. И это касается не только здравоохранения, это вообще касается всех служб, которые есть в Российской Федерации. То есть девочка должна была, точнее ее мама должна была обратиться с одной бумажкой, написать то, что вот нам требуется установить пандус, например, в администрацию района. И ей должны были сказать, все хорошо, вот у вас закон, соответственно мы согласно закону должны исполнить все. Но никто этого не сделал. Ну и соответственно просто кто виноват? Именно вот этот местный чиновник. А почему? Да потому что он был назначен кем? Понятно кем. Но вы пришли на выборы и проголосовали за кого? Понятно за кого. Вот и все. Вот вы соответственно, основная проблема заключается в том, что вы голосуете за того, но при этом вы хаяете, что у него не хватает на все сил, времени и средств. На самом деле этот человек отвечает непосредственно за все то, что творится в этой стране. Но вы считаете совсем по-другому. Я надеюсь, что со временем ваше мнение изменится и вы наконец-то начнете думать немножко по-другому. Пиши в комментариях, если ты ходишь на выборы и за кого ты голосуешь. Мне будет это очень интересно. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставь лайк. Также подписывайся на канал. Жми колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем удачи, всем пока.